На ТНВ время новостей Татарстана в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте и вот о чем расскажем. Дела халяльные, планы глобальные. Создать вот такое уникальное пространство. Как татарстанцы собираются завоевать рынки стран исламского мира, узнал Дмитрий Иринин. Жизнь рыбам. А потом еще вот это узел. Второй веревка, чтобы она это очень не это так. Вот так еще. На акции по спасению речных обитателей побывала Алина Бережная. Обязательная установка противопожарной системы обязательно не для всех. Эти сигнализаторы устанавливаются в квартирах, где имеются котлы. Как отличить сотрудника газовой службы от мошенника, разбирался Сергей Хайдаров. Культурная программа чемпионата. Абсолютно убеждена в том, что все залы наши будут полные. Куда можно будет сходить и каких звезд можно будет увидеть в период проведения чемпионата мира по футболу в Казани? Альбина Слагараева. Полтора десятка крупных соглашений о сотрудничестве подписали на Казан Саммит. Сегодня на Международном экономическом форуме экспертный деловой день. Бизнесмены искали партнеров и покупателей, а специалисты обсуждали, что конкретно нужно сделать, чтобы воплотить главные задачи встречи. Развитие халяльного образа жизни и исламского банкинга. Когда в Татарстане может появиться российский центр исламской экономики и какие наши товары самые конкурентно способные для халяльного экспорта? Узнал Дмитрий Аринин. Интересно для туристов. Так вокруг мечети Аль-Марджани выстроили целый комплекс, или как его называют, город халяльного образа жизни. Где все от гостиницы до тренажерного зала по канонам ислама. Такое начинание призвано привлечь в Казань больше туристов и не только мусульман. Человек вне зависимости от своей религии и исповедания может прийти и приятно отдохнуть. Там не увидят пьяных, например, алкоголь, опьянение людей, не услышат громкую музыку. Не только на прием, но и на экспорт должна заработать халяль индустрии Татарстана. Ставится глобальная задача. Наладите поставки нашей продукции в страны исламского мира. Сейчас, по мнению экспертов, для этого есть все предпосылки. Предложения из России уже предпочтительнее, чем у Бразилии, Канады и Австралии. Наиболее конкурентоспособны у нас кондитеры и производители птицы. Они понимают, что у нас качественный продукт. Логистика, более-менее она сейчас работает хорошо у нас. И самое главное цена, то есть отношение цена-качество. Увеличение числа партнеров в исламском мире должно дать и больше инвестиций. Помочь в притоке финансов призван и российский центр исламской экономики. Этот новый для страны проект хотят опробировать в Татарстане. Рассматривают несколько вариантов, как именно будут циркулировать средства согласно исламскому банкингу. Предлагают либо изменить федеральное законодательство, либо создать территорию наподобие особых экономических зон. Возможно, следует предложить создать такие же особые территории с уникальными правовыми возможностями. И такой опыт есть в международном пространстве, например, у Казахстана. Они прямо в конституцию вносили изменения для того, чтобы создать вот такое уникальное пространство, где действует английское право. А английское право – это, конечно, совсем уже другой уровень работы с инвесторами. Зарегистрировать этот финансовый центр хотят в этом году. По итогам же второго дня на Казан-саммите участники подписали 15 крупных соглашений о сотрудничестве. Завтра на саммите заключительный неформальный день. Участников ждет гастрономический фестиваль, показ мод и экскурсии по городу. Дмитрий Айринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. География шире, участники моложе, интерес все больше. На Казан-саммите Рустам Мениханов встретился с молодыми дипломатами стран Организации Исламского Сотрудничества. Гости познакомились не только с экономическим, но и с туристическим, научно-образовательным потенциалом Татарстана. И вернувшись на родину, смогут рассказать коллегам, как развивать связи с республикой. Иранская ядерная программа, социальные сети и учебная практика в Саудовской Аравии. Такие вопросы сегодня задавали студенты Казанского университета, генеральному секретарю Организации Исламского Сотрудничества. Юсеф Ахмед Аль-Усаймин на английском языке прочитал лекцию и предложил слушателям гранты и стипендии от организации. Как исламский мир и Татарстан будут сближаться, послушал Ислават Мухаммадуллин. В хорошем настроении, под строгим взглядом Льва Николаевича, генсек Организации Исламского Сотрудничества, знакомится с Казанским Федеральным. 214 лет истории в музее университета. После знакомства с историей Казанского университета, генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества встретился с настоящим альмаматор. Служителем лекции Юсуфов бен Ахмеда стали студенты Института Востоковедения. Приветственное рукопожатие с каждым встречающим. Все беседы только на английском, на лекции – ажиотаж. Сегодня за партой сели и преподаватели. Политика и исламский мир в международном поле – главная тематика вопросов от студентов. Мы не можем касаться политических аспектов. В нашем уставе прописано, что мы не вмешиваемся в международные отношения стран. В организации мы кооперируемся в социальной и экономической сферах. Социальные сети в угоду семейным ценностям – гранты и стипендии для российских студентов на обучение за рубежом. Вопросов без ответов сегодня не осталось. Это образец, как надо устраивать диалог. Это высокой миссии сближения исламского мира с такой великой страной, как Россия, в национальной многоконфессиональной. От слов к делу и татарстанским бизнесменам заметку. В Татарстане есть и природные ресурсы, и аграрные, и индустриальные, и вертолеты, и самолетостроения, и другие самые разные виды промышленности. Я буду говорить об этом и приглашать бизнесменов из исламских стран в Россию и в Татарстан. Без внимания генерального секретаря не остались и мы. На эту встречу генерального секретаря привезли нам «Москвича». Как оказалось, почетный гость сам изъявил желание прокатиться на легендарном советском автомобиле. И в аэропорт Юсефа Бен Ахмед Аль-Усамина также повезли на победе за рулем ретро-авто был Фарид Мухаммедшин. Напомним, в Казань генеральный секретарь ОИС прилетел на международный экономический саммит «Россия – исламский мир». Видимо, человек тоже очень любит старые машины, ретро-автомобили прежних лет. И говорит, «Мерседес – хорошо, но эта машина, говорит, такая основательная, показывает время». К другим новостям. Татарстанцы спасли больше ста килограммов рыбы в республике. Сегодня стартовала акция «Рыбе быть». В девяти районах изготовят и установят искусственные нерестилища. Такие места из икрометания помогают размножению рыб. Первыми речных обитателей спасали мамадышцы. К акции присоединилась и Алина Бережная. Протягивая, а потом еще вот это узел. Вторая веревка, чтобы она это очень не это как-то. Еловые ветки собрать в пучок, обмотать бечевкой, завязать тугой узел. Опытные рыбаки учат школьников создавать гнезда для нереста. Затем к ним привязывают булыжники на самое дно водоема. Такой нехитрый прием способствует размножению рыб. Каждый такой куст обеспечивает икрой. Рыба на нем отыграется. И килограмм 100-160 выход с этого куста. Весно-речные обитатели особенно нуждаются в поддержке. В теплый период старые нерестилища обсыхают. Из-за этого гибнет икра. Это отражается на промысловых запасах. И такие места и крометания за 6 дней появятся в 9 районах республики. Спасают рыбаки речных обитателей ежегодно. Но в этом году к акции присоединились дети. Много научились. Наши дети живут возле вики Кама. Поэтому у многих и родителей занимаются рыбалкой. И они сами ходят. То есть для них это интересно. Большое спасибо. И это не единственная акция по спасению рыбы. Накануне рыболовы-любители близ поселка Займище выпустили в Волгу полторы тысячи мальков. Подводные охотники закупили маленьких речных обитателей на собственные деньги. Рыбы привезли из Чувашии. Теперь речные обитатели обживают новые водоемы. На крючке вместо рыбы липкая слизь. Такие сообщения появились в соцсетях от любителей провести выходные с удочкой на реке Зай Нижнекамского района. Рыбаки, облюбовавшие место возле деревни Туба, заметили, что леска, побывав в воде, липнет к рукам и покрыта какой-то слизью. Тут же появились версии, что это якобы отходы производства соседнего завода. И они могут привести к массовому мору рыбы. Сигнал проверили экологи, выехав на место ЧП. Поступила информация от общества рыболовов о возможном загрязнении водного объекта реки Зай. По данному факту был осуществлен выезд на место. В лаборатории аналитического контроля были отобраны пробы природной поверхностной воды реки Зай. Анализы отобранных проб в работе. Результатом анализов и повределения компонентов химического состава будет проведено административное расследование по выявлению источника загрязнения водного объекта. Заходят в квартиры татарстанцев и под видом сотрудников МЧС или газовиков и буквально вынуждают подключать противопожарное оборудование. Такой вид заработка в последнее время становится популярным. Как правило, цены за услуги порядком завышены, а в случае отказа жителю квартиры грозят крупным штрафом. Является ли это мошенничеством, выяснял Сергей Хайдаров. На уловке предприимчивых незнакомцев попалась бабушка Дмитрия Евтеева. В тот день 81-летняя женщина была дома одна. Вдруг пришли двое мужчин, представились газовщиками. За установку датчика ветеран труда дала им 6 тысяч рублей. Небольшая была поломка, утечка газа. То есть устраняли ее, и бабушка им сказала, и они как бы за это зацепились. Ну и обманом там своими уже какими-то путями уговорили ее на данный прибор установить. Не просто уговорили, а пригрозили, говорит бабушка, причем серьезным штрафом. Как выяснилось, точно так же пострадали и ее соседи. В связи с участившимися жалобами Роспотребнадзор разъясняет. Штрафы за отказ устанавливать газовые приборы, о которых мы сейчас говорим, не предусмотрены. Работники газовой службы обязаны устанавливать приборы контроля течки газа, но только в тех домах, которые вводятся именно в эксплуатацию. Как нам сказали сами газовщики, установить подобное оборудование абонент вправе даже самостоятельно. Но это при условии, что система газоснабжения не нарушается. При установке датчиков сигнализаторов загазованности еще должен устанавливаться отсечной клапан. Это могут делать только специалисты, которые имеют допуск к выполнению данной работы. Брендированная кепка, рубашка и штаны. Вот что отличает газовщика от тех, кто хочет наживиться. Такую униформу в магазине не купишь. Ну и чтобы быть абсолютно уверенным, что перед вами стоит не мошенник, можно попросить документы сотрудника. Они есть абсолютно у каждого газовика. По таким же приметам можно распознать и сотрудника МЧС. Причем спасатели устанавливают пожарные извещатели бесплатно в квартирах социально незащищенных граждан, инвалидов и семей с пятью и более детьми. Отмечаем, что МЧС не осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже граждан какого-либо оборудования, в том числе противопожарного. Как мы выяснили в МВД республики, такой вид обмана по закону не преследуется. Эти действия расцениваются как гражданско-правовые отношения. И каждый потребитель сам выбирает, покупать или нет. Главное помнить, что делать это вы не обязаны. Сергей Хайдаров, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Вандалы парка Черное озеро понесут на Казани. Полиция Казани установила личности молодых людей, которые разгромили фонарные плафоны. Первый инцидент произошел в конце прошлого года. Еще раз столбы разгромили в апреле. По результатам проверки были составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Сегодня задержали троих молодых людей. Казанцам не больше 21 года, они студенты одного из столичных вузов. Сегодня суд отправил их за решетку на 15 суток. За циничное нарушение общественного порядка им будет предъявлен иск о полном возмещении причиненного ущерба. Кроме этого, руководство учебных заведений, где правонарушители проходят обучение, будут представлены все материалы о недостойном поведении их учащихся для принятия соответствующих мер, вплоть до исключения из вузов. Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем далее. Культурная программа чемпионата. Абсолютно убеждена в том, что все залы наши будут полные. Куда можно будет сходить и каких звезд можно будет увидеть в период проведения чемпионата мира по футболу в Казани? Альбина Слагараева. Финальная битва. Волнуюсь, но желание работать на телевидении большое. Кто выиграл грант НВ на обучение в высшей школе журналистики? Лина Зинатольевна. Более 12 тысяч литров контрафактного алкоголя изъято с начала года. Цифру сегодня озвучил на совещании с участием Рустама Мениханова руководитель госалкогольинспекции республики Жаудат Ахмедханов. Заседание прошло в Доме правительства. Самые частые нарушения в Казани, Челнах, Нижнекамске и Зеленодольском районах. Общая сумма штрафов более 7 миллионов рублей. В Ахитовске районный суд Казани признал незаконную 10% наценку за обслуживание в одном из кафе города. Клиенты пожаловались в Роспотребнадзор. Мы спросили сегодня казанцев, готовы ли они платить чаевые, которые уже вписаны в меню или нет. Это услуга, которую должен оценивать посетитель. А услуга, которую оценивает сам ресторатор, ну это смешно. Человек тем более выполняет свою работу качественно, то я всеми руками за. Чаевые, это по собственному желанию, хочу я отблагодарить официанта за его сервис или нет. Каждый должен сам решать. Во-первых, все зависит от обслуживания, от того, как к тебе персонал относится. Должно быть в общей сумме, да. Мне кажется, так удобно. Который работает в сфере общественного питания, получает достаточно, ну, относительно небольшие деньги по основному окладу. И это было бы для них большим плюсом. Футбольная ночь в музее, фестиваль болельщиков и зимфиров в Казани сегодня презентовали культурную программу предстоящего чемпионата мира по футболу. Все театры, музеи, парки готовят специальные программы. Фестивали и концерты готовятся с учетом интересов и вкусов как горожан, так и гостей. Как все успеть посмотреть и посетить, расскажет Альбина Солгораева. В Казани появится новый фестиваль, фестиваль болельщиков. Известно, что ежедневно во время чемпионата мира по футболу здесь, у Чаши, будет проходить культурная программа. Сейчас идут подготовительные работы. Одновременно площадь может принять порядка 25 тысяч человек. Желание организаторов охватить многообразие жанров, стилей и направлений искусства. И программы действительно запланировано насыщенные. 30 концертов, 7 фестивалей, 33 спектакля, 10 новых выставочных проектов и 15 кинопоказов. Чтобы везде успеть в помощь тайм-менеджмент. Татарские певцы, певицы, и ребята молодые, и постарше, они все будут там выступать. И коллективы, и государственные ансамбли песен и танцы, и фольклорные. Акцент будет сделан на классические произведения. Это выступление симфонического оркестра, театр оперы покажет лучшие спектакли из нынешнего репертуара и премьеры. Хедлайнерами станут Игорь Бутман и Вадим Эйлингрик. И не только. Со многими звездами договоренность уже достигнута, с некоторыми еще ведутся переговоры, учтут и национальный колорит. Я абсолютно убеждена в том, что все залы наши будут полные. Казань это один из тех городов, где культуру любит очень зритель. У нас загрузка театров и концертных залов на сегодняшний день практически 100%. Поэтому я не думаю, что бы летом что-то изменится. В дни чемпионата вопроса, чем бы себя занять, у спортивного болельщика не будет. Топ-мероприятие и вся программа появится на сайте города Казани. Альбина Слагараева, Рамзель Гарипов, ТНВ «Казань». Свой вклад в проведение чемпионата мира. Директор футбольного клуба КАМАЗ Айнур Миниханов стал менеджером действующих чемпионов мира сборной Германии. Для этого ему пришлось пройти строгий отбор ФИФА. И в пользу Айнура Миниханова его лингвистическое образование и знание немецкого языка. К мундиалю готовятся и огрызские школьники. Но по-особому. Они сами играют в футбол за плечами команды, призовые места в республиканских турнирах. А свой успех они объясняют старанием наставника. Кто это и почему он считает, что важно заниматься любым видом спорта, узнал Рамиль Шайдулин. О, приводим внимание по сигналу. Звисток значит снова в игру. Спустя полвека в огрызе вновь возрождают большой футбол. С сильной командой и сильным тренером. Алексей Колчин лидер прошлого года. У него серебро республиканского конкурса среди всех тренеров ДЮС США. За обучение олимпийским видом спорта. Я сам лично занимался более 12 видов спорта. Потому что для меня это легко. Хочется детей тоже прививать. И чтобы дети занимались не только футболом и другими видами спорта. Перепробовав все, Алексей Колчин ушел в тренерство. Но старая гвардия местных спортсменов знает его еще как бегуна и как атлета. Радвитый он. Он и в лыжных гонках. Он спортсмен. Он и игровик, и лыжник, и бегун. Все вместе учим. Такими же тренер хочет воспитать и свою команду. Его футболисты должны быстро бегать, уметь думать и понимать, что футбол это командная игра. Он очень хороший. Научил меня за 5 лет очень хорошо играть. И даже я на соревнованиях получал граунты в номинации «Лучший нападающий». Он хорошо учит детей. И всегда с нами ездит на соревнованиях, чтобы мы только побеждали. Последняя крупная победа «Серебро» в Сочи. Сегодня подопечные Алексея Колчина готовятся уже к следующему чемпионату. Даже к двум. Как команда к республиканскому, как болельщики, к мировому. Спортсмены будут следить за мундиалем. Рамиль Шайдулин, Назир Нагуманов, ТНВ, Огрыз. Сегодня на нашем канале прошел заключительный тур конкурса «Айдана ТНВ». Шесть финалистов, пять известных гостей, у которых будущим журналистам предстояло взять интервью перед жюри. Напомним, трое победителей за счет нашего телеканала будут обучаться в высшей школе журналистики КФУ и станут национальными журналистами на ТНВ. Кто покорил судей, увидел Лина Зинатулина. В студии ТНВ шесть претендентов на ТВ-карьеру. Первым делом жеребьевка. Кому, за кем выступать и какой собеседник достанется, узнают прямо на месте. Соберись, теперь ты знаешь, сконцентрируйся. К разговору с каждым из пяти возможных собеседников участники готовились. Главное справиться с эмоциями. Волнуюсь, но желание работать на телевидении большое. Заранее мы подготовили материал, то есть вопросы. Человек должен уметь в любой момент найти общий язык с личностью, если хочет стать настоящим журналистом. И самец из Айрата Абай. И первое интервью с исполнительным директором ТНВ Айратом Сибагатулиным. Все ли вы успели на посту министра культуры? И с кого берете пример, интересуется Айзеля Шаймухаметова. У себя в Актанышском районе три года она работает в школьной телестудии. А дайте мне веснище купе. Как проходит день редактора, спрашивает руководитель татарского отдела Татаринформ Рамис Салатыпова. Сегодня у всех легкое общение, небанальные вопросы и знания биографии собеседника. Среди интервьюируемых и руководитель в Атаном Татарстан Миназим Сафаров, редактор Мадбуга.ру Данил Сафаров, глава ГТРК Фердус Гималдинов. Последнего Сирина Сахапова из Лениногорского района спросила даже о сходстве его книги с произведением Агаты Кристи. На память групповое фото и самые позитивные впечатления от интервью. Все прошло очень хорошо. Мне попался человек, которого я хотела. Когда дома даже рассматривала личности, готовила вопросы, хотела, чтобы попался именно Рамис Салатыпов. И сразу обсуждение жюри. Выбор сложный, ведь в финале самые лучшие. Хорошая речь, манера, эмоциональность и поведение перед камерой. То есть вполне хорошие профессиональные качества проявили. Очень тщательная была подготовка, очень проработаны вопросы. И, соответственно, у каждого конкурсанта интервью состоялось. И мы сейчас в очень сложном положении. Из шестерых нам нужно отобрать троих. На это еще есть время. Именно троих счастливчиков объявят 15 мая. Лина Зинатульна, Андрес Натальцев, ТНВ, Казань. 2600 студентов со всей республики решили показать, что они самые творческие. Они прошли отборочные туры студенческой весны. И сегодня гала-концерт, где и объявят лучшие коллективы. Тысячи студентов-участников сейчас собрались в концертном комплексе «Уникс». Примерно столько же пришли поболеть за своих одногруппников. На месте сейчас находится и Альбина Минибаева. Альбина, здравствуй. Как веселится молодежь? Алексей, привет. Кто и тебя? Мы возле сцены «Уникс». Сегодня настоящий праздник для творческой студенческой молодежи. В самом начале показали 35 минут того номера, который повезут на российскую студенческую... На российскую студвесну. И наш дата, что нам представит, уже назвали, что это настоящее шоу. Сравнили даже с номерами цирка, дюссалей. Почему предлагаю послушать министра по делам молодежи и спорта? В этот раз элементы хореографии. Больше танца, больше движения. Это не язык жестов, язык тела, язык какой-то ритмики. 2600 ребят прошли через отборочную туры студенческой весны. Тысячи ребят прошли через эту сцену «Уникса». Через несколько дней они отправятся в Ставрополь защищать Татааста. Представлять там наши игры. Это будет порядка 105 ребят. Пожелаем им удачи. На этом у меня все. Мнексей ждет в 9 часов вечера. Должны объявить имена всех победителей. Спасибо, Альбина. Это было включение «Уникса», где сейчас проходит студенческая весна. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас о спорте и о погоде на завтра. Я же прощаюсь с вами до следующего выпуска. Он выйдет в 21.30. Всего вам доброго. Акташ Инвестстрой поздравляет всех с Днем Великой Победы. И в честь 9 мая предоставляет скидку 9% при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф». Подробности 22 66 100. Проектная декларация на сайте triumfkazan.rf. «Ниссан» дешевле на 21%. Да, если в автоцентре «Марка». Дарим небывалую скидку на новый «Ниссан». Сигнализация в подарок. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Только в мае в аквапарке «Ривьера» сезон выгодных цен и сладких подарков. Почему я выбираю «Берекотлет»? Потому что вкусно. Потому что натурально. А значит полезно. И недорого. Молоко и молочные продукты «Берекотле». Радость выбора для всех. Доступнее не будет. В автоцентре «Марка» новый японский «Датсун» всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4 пятерки 3 семерки. Счастье рядом. Из десятка предложений мы выбрали «Южный парк». И это не случайность, а взвешенное решение. Современные квартиры по отличным ценам. Квартира в «Южном парке» – это новый уровень жизни для вас и ваших детей. Приглашаем в город Уфа на российский нефтегазохимический форум и международную выставку «Газнефттехнологии». С 22 по 25 мая. 400 компаний России и стран мира. Ведущие эксперты отрасли. ВДНХ «Экспо Уфа». Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Каждый день ставит перед нами новые задачи. Которые порой кажутся простыми. Но они сложнее, чем мы думаем, для людей с ограниченными возможностями. Не ограничивайте себя в выборе сотрудников. Отборный премиум. С морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Четыре игрока «Рубина» попали в расширенный состав сборной России. Для подготовки к турниру на сбор в Новогорске и Австрию вызваны 28 футболистов, сообщает официальный сайт РФС. На домашний мундиаль вызваны вратарь Сослан Джанаев, а также защитники Владимир Гранат, Руслан Камболов и Федор Кудряшов. А игроки тем временем готовятся к заключительному поединку сезона. Команда провела открытую для СМИ тренировку. Все футболисты были в строю. Игра против Краснодара пройдет в воскресенье на выезде. С турнирной точки зрения этот матч для «Рубина» не имеет никакого значения. Казанцы уже точно не попадут в Еврокубковую зону. Выпустят ли Бердыев на поле молодежь или завершат сезон проверенными бойцами, узнаем перед игрой. Начало поединка в 14.00. Команда, которая играет в открытый атакующий футбол, к чему мы тоже стремимся. Поэтому для нас это очень интересная ночь. И в плане результата, и в плане самой игры. Все команды в сборе. Сегодня в Казани состоялась открытая встреча с участниками финала четырех волейбольной лиги чемпионов. Мероприятие представляло собой аналог традиционной пресс-конференции перед началом турнира. Напомним, за кубок сильнейшей командой Европы сражаются представители трех стран. Помимо «Зенита» в баскет-холле сыграют польская «ЗАГСа», а также итальянские коллективы «Перуджо» и «Чеветаново». Напомним, финал четырех лиги чемпионов по волейболу среди мужских команд пройдет в Казани 12-13 мая. В первый день в полуфинале «Зенит» принимает «Перуджо». В воскресенье победители полуфиналов разыграют кубок лиги чемпионов, а проигравшие проведут матч за третье место. Думаю, что ребята из Казани, конечно, будут в боевом настрое, потому что играют дома. Мы тоже как бы будем готовиться, так что предстоит два дня для подхода к этому важному матчу. Юные футболисты из набережных «Челнов» стали победителями всероссийского турнира. Открытый чемпионат игроков 2011 года рождения проходил в Ижевске. 20 клубов сражались в двух дивизионах. Первое место в основной сетке занял первый коллектив «КамАЗа». А во втором дивизионе «КамАЗ-2» завоевал серебряные медали. Оба клуба тренирует Александр Мелешкин. Лучшим игроком турнира признан нападающий «КамАЗа» Иван Гордиенко, а самым полезным – голкипер второй команды Радмир Хуснудинов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. Успейте заказать в мае со скидкой 20%. «Данил Мастер», «Казань», «Восстание-23», телефон 2-167-166. Вновь погода порадует жителей республики. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность без осадков и до 16 градусов тепла. На северо-востоке республики ясно и плюс 17 градусов. На севере Татарстана облачно с прояснениями и до 17 градусов выше 0. На северо-западе преимущественно ясно и тоже плюс 17. На юго-западе республики ожидается переменная облачность. Там температура воздуха составит от 13 до 17 градусов тепла. В центре Татарстана облачно с прояснениями плюс 16 градусов. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. Спонсор выпуска ООО «Челны Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производит продажу тракторов К-700, К-701 из опасных частей к ним. На предприятии «Челны Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь». В Казани будет ясно до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 38%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин